Ну что, привет, друзья, это Егоров. Только что состоялось вручение наград после первого сезона МФЛ, но она же волнует проблемы Броука. А именно я сейчас хочу спросить у тренеров разных команд, а также у игроков, как они относятся к ситуации с Сергеем Давыдовым и что они делали бы случиться с этой ситуацией в их командах. Начнем, конечно, с тренера Тудрот Дмитрия Кутницова. Следил ли ты за ситуацией, что-то знаешь ли по ситуации с Яковом Давыдовым? Ну, кручили руки, для меня это неприемливо. Потому что даже мы выиграли, да, и я не просил у Евгения повышения, никакого зарплаты, ничего не просил, но если он посчитает нужным, повысить, значит, я просто так учил. Не знаю, ну, все мы разные, поэтому то, что у вас произошло, вы должны с собой решать. Да, мы уже решили, они возвращаются. Возвращаются? Да, единственное, что мы не хотели возвращать Сергею Давыдову, потому что в предыдущих матчах, в предыдущих, он несколько раз ставил условия, чтобы не я ухожу. Если бы у тебя был такой в команде, что бы ты сказал, как тренер? Я бы назначил капитана Сонса. Ну, типа, если бы хотел его назначить, назначил бы его, да? Конечно, я бы назначил капитана. А голосование? Ну, это не то. Не то, да? Тренер знает, на кого можно положиться в игре, когда тяжелая ситуация, что он должен, по идее, проводиться на поле. Поэтому он должен быть капитаном, и ребят расставлять, и быть лидером. То есть, условно, голосование нужно отменять? Отменять голосование, голосование должен тренер назначать самого адекватного человека, который реально может в игре помыть. Вот это мое дело. Как бы ты выбрал, какого-то футболиста поигравшего в команду, или все-таки молодого? Давайте я так скажу, что лига, она очень быстрая, и поэтому нужны быстрые футболисты, которых можно даже раскрутить. На ветеранов, да, мы там теряем скорость, но они могут помочь в обведении команды, и вот в этой качестве на поле, в качестве игры. Это да, но по скорости или командовой паре. Но ты остаешься в Тудротс? Надеюсь, да. Надеюсь, да? Надеюсь, да. Ну, то есть, условно, если тебе предложат Фанел-2 какой-нибудь контракт, нафиг надо, мотаться туда-сюда. Нет, я буду мотаться туда-сюда, я не могу сжать почти некий там подвезти, потому что... Нет, если я в Фанел-2, то ты скажешь, нет, я в Тудротс. Конечно. И Фанел-1? Тудротс, Тудротс. Это гениально. А был в этом сезоне хоть один такой момент, когда ты вот в шаге от увольнения был? Был. Не увольнение, а... Ну, уход. Ну, смотри, я ушел уже с поля, я ушел, меня остановили вовремя. Когда вместо меня замену сделал, комбатур выписывал на поле. Я психанул, бросил свистов, все, тундомеры ушел, я больше не езжу сюда. Друзья, я сами делаю замены и выхватят команды. Они добежатся, все это легко. Добежали, тебя догнали. Ну, да, ну, я успокоился потом, все побежали, я побежал. Вот, ну, решили вопрос. Легенда. Спасибо. Спасибо. До встречи. Смотри, представь, ты руководитель футбольного клуба. Ну, будем считать, что ты руководитель Амкала. Ну, например, Герман уехал на Мальдивы и там остался с Сашей, с акулами где-нибудь. Вот. И сказал, ты теперь руководишь. Происходит такая ситуация, как у нас с Серегой Давыдовым. Если ты смотрел кусочек стрима вчерашнего, ну, то есть ты в теме более-менее, что бы ты сделал в этой ситуации? Ладно, стрим не смотрел. Слава Богу. Я вообще не понимал, что происходит у вас в эти дни. Естественно, я расстроился, но отношение к Сереге не поменялось. Если вы договорились так, что он остается, я думаю, это плюс и для команды, и для вас, и для зрителей. Естественно, что его там могли не полюбить сразу, но... А почему плюс? Ну, во-первых, интерес. Я не думаю, что это только для Сереги будет плюс от того, что он получает от вас там просмотры, внимание. Для вас это тоже и содержание контента в команде, и... Ну, как минимум, в коллективе он хорошо на молодых влияет, я уверен, что он там знает, как общаться. В этом я вижу только плюс. А игровой на поле? Ну, игровой на поле... Ну, нападающего вам найти можно еще, конечно, тоже молодого, чтобы Серега на него хорошо влиял за полем. А на поле пусть молодые помогают Сереге. Прокоп Ационален. Он знает, что нам с ними играть на МКС. И говорит, Серега, лучший выбор в атаку. Пусть остальные помогают. Понятно. Ты президент футбольного клуба. Если бы у тебя произошла такая же ситуация, как с нашими суперскими ветеранчиками из Давы, что бы ты сделал? Я бы проучил. Как? Ну, может быть, потом их взял бы обратно, но не выплатил зарплату за первый месяц. Сказал, подъебали, хотели съебаться, хотели пошантажировать. Ты бы мог так сделать? Конечно, блин. А зачем шантажировать? Я очень люблю и Соснина, и Дякова, и всех остальных ребят. Ну, как бы, если это реально был шантаж, то не суперкруто. А если это было реально коммерческое предложение в их сторону, ну, тогда зачем от него отказываться? Вот такой вот у меня вопросик. Как бы, я был один из тех, кто тебе звонил, ты знаешь, и ругался, что таких зарплат у меня в футболе не должно быть. Это, блядь, ну, ну, не знаю, это предполняешься, это сюрприз. По Даве, ты, наверное, там курсы немножко там и про голосование за капитана, то, что у нас там вот эти рассказы. Как относиться к этому, ну, типа, Дава, это его особенности? Ты бы вспылил в какой-то момент, если бы, по ходу, сезона это происходило? Блядь, ты, конечно, вспылил. Ну, типа, я бы не смог просто так реагировать на некоторое поведение Давы. Я бы сказал, блядь, дядь, ты взрослый мужик, тебе, блядь, 72 года, ты, блядь, себя ведешь, себя хуже, чем Володя с Эксель. Вести себя хуже, чем Володя с Эксель, я не знаю, каким надо быть. А Володя с Эксель плохо себя ведет обычно? Ну, есть дело, да. Иногда напрашивается на порку, понял? Вот, нет, ну, на самом деле, просто... Ну, ты, наверное, хотел бы, чтобы Дава все равно был в твоей команде в каком-то качестве или нет? Блин, он персонаж. Таким персонажем разбрасываться нельзя, если честно. И я думаю, что это правильное решение с вашей стороны. И тем более, возможно, сейчас он будет другим немножко или нет? А нужен ли он другой? Вот в чем вопрос. Интересно. Вот, Фил, открытие сезона медийное, между прочим. Да, спасибо. Не кто-то там со стороны. Так, о, фанаты. Ну, как вы относитесь... Это фанаты Браук, господа. Ну, как вы относитесь к возрастению Сереги? Очень рады или нет? Блядь, Диман, ну, мнение неоднородное. Внутри, так сказать, нашего компьютера. Развучилось. Ну, да. То есть, это требует... Возвращение его требует, чтобы оставались еще Диак, Сос и Тика. То, думаю, все... Ничего, потерь. Ну, да. Да. Да ладно, ну, типа, мы надеемся, что Василий понимает, что делает. Ну, вот, как бы, и все. Собственно. Собственно, мы так и написали. Мы тоже надеемся. Конечно. Но мы в этом году за чемпионством идем везде. Вы знаете об этом? Мы всегда за ним шли. Просто не всегда получалось. Так мы в этом году ушли. Год-то еще не закончился, поэтому все же логично получает. Так, надо еще у кого-то спросить. Ну, скажи честно. Ты же счастлив, что мы оставили Серегу. Я, да. И я. Ставьте на Бэтбум, ребята, обязательно, пожалуйста. Я вас умоляю. Что же думает Райзен по поводу Давы? Пока неизвестно. Но зато мы точно знаем, что ставки лучше всего делать на Бэтбум, потому что это лучший букмекер по версии премии Спорт и Россия, друзья. И главное, что действует прекрасная акция. Если вы ставите на одну из команд в РПЛ, и она ведет с разницей в два мяча по ходу игры, то ставка автоматически засчитывается как выигрышная. Поэтому проходите по ссылке в закрепленном комментарии и получайте 200 тысяч на первый депозит от канала Эдим Спорт. Бэтбум, открой игру. Да.